Классическая ротонда в центре Елатьмы – это не какая-то архитектурная аномалия. Это часть общего масштабного плана благоустройства городского поселения, реализуемого жителями поселка Елатьма совместно с главой местной администрации Григорием Даниловым. При активной поддержке региональных властей. За последние пару лет через программу поддержки местных инициатив Елатьма преобразилась просто кардинально, и жители это ценят. Беседка, которую вы можете увидеть на пруду, фонтан, благоустройство сквера, благоустройство территории около Дома культуры. Вот если вы туда пройдете, все это увидите. И все это, конечно, очень положительно сказывается на самоощущении жителей в своем городе, в своем поселке. Конечно, это все поднимает настроение, это дает какую-то надежду на будущее. Это, в общем-то, держит нас в тонусе. Здесь фотографируются, приезжают много, даже приезжают люди те, которые, к примеру, со всех мест. Ну как, историческое, вроде как бы, да, Елатьма, хочется посмотреть на все происходящее. Поначалу, конечно, здесь ничего не было, все так скудненько, вот. А сейчас, конечно, совсем по-другому, абсолютно по-другому. Какая-то туристическая. Да, 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 здесь приезжает, вот даже вот музей, да, по-другому стал, но еще, конечно, там довезти его надо. Очень даже хорошо. Елатомский пруд Казиха совсем недавно был, можно сказать, большой лужей, заросшей водорослями. Все изменилось с момента участия в программе поддержки местных инициатив. Городок стал расцветать, появился фонтан, облагорожена площадь Ленина, местная библиотека стала интерактивной и контактной. Постройка ротонды на пруду тоже решение жителей, поддержанное Министерством по делам территории и информационной политики Рязанской области. Это сразу стало центровым местом для всех елатомцев. И на самом деле хочу передать Жанне Александровне Фоминой большую благодарность, потому что сама суть проекта, поддержки местных инициатив, она и подразумевает выполнение органов и власти пожеланий жителей. Здесь удалось на 100%. Технически само возведение и обустройство заняло два месяца. Цена вопроса 2 миллиона 660 тысяч рублей, причем 2 миллиона это субсидия региональных властей. При этом только лишь ротонды дело не ограничилось. В порядок привели и сам пруд. Зачистили от крупных водорослей, наладили подачу потока из местного водопровода. В Казихе удивительным образом появилась рыба. Вот так в пруду появился белый амур. По словам Григория Данилова, запускали уже взрослых особей, чтобы они занялись остатками водорослей. А вот для того, чтобы им было комфортно, установили аэратор. Были, конечно, технические особенности, которые ни один проект предусмотреть не может, говорит глава поселения, но нашли, так сказать, местное решение. Установку аэратора. Казалось бы, в смете есть, куда его поставить. Он в воду нельзя, да, там замерзнет зимой. Куда-то наружи, ну, нельзя вандалы, да. Ну, решили спрятать под мостик, которому, естественно, так просто не подберешься. Запланировано четыре форсунки аэратора. Сейчас работают две, их вполне хватает осенью. На зиму мы оставим одну вот с этой стороны, потому что ту сторону мы используем для катка. А вот так сейчас выглядит площадь Ленина, которую облагородили тоже на средства программы поддержки местных инициатив. Тут же в центре радует глаз елатомцев настоящий городской фонтан. В парке детская площадка. И не только. Здесь уже и восстановлен памятник героям Великой Отечественной войны. И появилась прогулочная зона. Также дорожки пешеходные к школе проложены. Насколько мне известно, есть в планах по благоустройству парка, по благоустройству прекрасного вида, который открывается из парка на реку Аку. И надеемся, что в скором времени это все преобразится. Мы благодарим губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова за реализацию больших таких проектов. И надеемся, что она нам поможет в благоустройстве нашего парка. Местный парк – следующая цель благоустройства масштабного плана. Реконструировать главное место прогулок рассчитывают комплексно, с установкой смотровой площадки. Поэтому в программе поддержки местных инициатив ЕЛАТЬМА будет участвовать активнее, потому что жители поселения видят, что она работает и весьма результативна.